День своего 85-летнего юбилея Борис Менделевич Брук стал почетным гостем администрации Ленинского района Бреста, где принимал слова благодарности и подарки от главы района, друзей и соратников по общественной деятельности. Брест в биографии нашего земляка появился в 1955 году, и вот уже 63 года он считает его для себя родным. Для меня Брест – это город, лежащий здесь и здесь. Я здесь с 1955 года, поэтому для меня город родной, родной по всем статьям, по всем вопросам. Я помню город, когда он заканчивался, Кобринского моста, и какой он теперь. И все это произошло, ну почти за исключением, может быть, 10-12 лет на моих глазах. Я вижу, как хорошает город, как хорошают люди, живущие в городе. В биографии Бориса Брука много ярких событий. Это служба в вооруженных силах, руководство физкультурно-здоровительным комплексом и постом памяти номер один, расположенном в Брестской крепости. Это активная деятельность в качестве председателя правления еврейского общества Бриск и областного клуба национальных культур. Это действительно такая харизматичная личность. И такие люди, как он, неважно, где они рождаются, вот вокруг себя они действительно создают вот эту ауру жизнелюбия, позитива, желания помогать людям. И, ну, чего греха таить в его возрасте, уже 85 лет, мы действительно, общаясь с ним, заряжаемся бодростью и оптимизмом. У него была не такая простая жизнь, он ее достойно прожил, живет. И мы гордимся тем, что он, по сути, вот один из той когорты золотого фонда ветеранской организации Ленинского района. Она у нас очень такая большая и активная, работает, поэтому Борис Менделевич – это наша гордость. Быть пенсионером для полковника в отставке не в его характере. Сегодня Борис Менделевич продолжает держать руку на пульсе родного Бреста. Он активный участник городской и областной ветеранских организаций, преподаватель, волонтер Института третьего возраста Ленинского района, пропагандист районного историко-патриотического объединения «Память». А еще он настоящий человек и верный друг. Он очень грамотный, эрудированный. Вы знаете, что ценно? Если он ставит какой-то вопрос, какую-то тему, он ее раскрывает полностью, до конца, аргументированно. Очень-очень хороший пропагандист, с ним приятно работать. И он в любую ситуацию найдет правильное слово, правильное выражение мысли и понимает вот эту аудиторию, которой он рассказывает что-то. Это человек сукубоположительный, настоящий мужик и полковник. Главное достояние страны или города – неполезные ископаемые или исторические памятники. Главное достояние – это люди, которые живут не только для себя и приходят в этот мир, чтобы быть нужным другим, как Борис Брук. Вся еврейская община города хочет осуществить такую задумку, установить памятную доску на кинотеатре Беларусь тем, что там была большая, самая большая еврейская синагога. Это раз. Во-вторых, мы думаем, опять-таки, в плане истории еврейской, может быть, где-то обозначить границы гетто. Вот. Это, так сказать, в плане историческом. Но в личном плане я жду еще правнуков.